Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. Я хочу представить вам доклад на тему анализ клинического экзома рака желудка. Рак желудка относится к наиболее распространенным опухолевым нозологиям и занимает второе место по частоте встречаемости после рака легкого. На настоящий момент известно достаточно большое количество молекулярных нарушений, характерных для рака желудка. Все это стало возможным благодаря геномным технологиям, в частности в результате проекта Cancer Genome Atlas, который описал новые драйверные мутации, ключевые сигнальные пути и предложил новую молекулярную классификацию, которая делит рак желудка на 4 потипа. Первый потип ассоциированный с вирусом Эпштейн-Бара, второй потип ассоциированный с микростолитной нестабильностью, называется он гипермутированный, третий потип геномно-стабильный, четвертый потип хромосомно-нестабильный. Но, к сожалению, вся эта большая информация, все эти big data пока очень сложно инкорпорировать в клиническую практику в отношении лечения пациента. Как вы все знаете, каждый опухоль содержит два типа мутации, наследственные и опухольспецифические соматические, которые определяют развитие опухоли и являются потенциальными мишенями, а иногда и действительно мишенями для таргетной терапии. Поэтому является актуальным поиск новых соматических мутаций. И наша задача была поиск соматических изменений. И экзомное секвенирование проявило себя как хороший метод для поиска новых мутаций, но он имеет ряд ограничений, в частности, неравномерное покрытие. Поэтому применение панели с меньшим количеством генов может решить эту проблему. В нашем случае мы применили панель TrueSide One Sequencing Panel или по-другому называется клинический экзом, который включает в себя 4813 генов, ассоциированных с известными заболеваниями человека. Секвенирование проводили на платформе NEXTEC500. Материалом для исследования послужили 36 образцов. Это 18 парных свежезамороженных опухолевых и 18 смежно-условно-нормальных тканей желудка, прооперированных в Российском онкологическом научном центре. Здесь вы видите характеристику этих пациентов. Средний возраст варьировал от 30 до 70 лет. Гистологически это были одинокарциномы разной степени дифференцировки и перстневиноклеточный рак. Стадии варьировали от 1 до 4, и выживаемость мы условно поделили на 2 группы. Менее 2 лет и более 2 лет. Для поиска соматических вариантов мы использовали сквенирование парных образцов, потому что по литературным данным такой подход обеспечивает сокращение ложно-положительных результатов на 65%. И, соответственно, после сквенирования парных образцов опухолей нормы мы использовали два подхода. Первый подход – это программа MUTECT для поиска соматических вариантов и сравнения BAM-файлов. И второй подход – это сравнение VCF-файлов и, соответственно, исключение мутаций одинаковых в опухоле и в норме для того, чтобы прийти к детекции соматических мутаций. Этот подход мы внедрили с использованием еще пользовательских фильтров, которые просто учитывали покрытие в опухоли, покрытие в норме и соотношение дикого и альтернативного аллеля. Ну вот, что мы в итоге получили. Мы получили 105-кратное покрытие среднее и 95% таргетной последовательности было покрыто 20-кратно. В среднем на один образец было найдено около 7500 вариантов. Варьировало от 6500 до 8000 вариантов на образец, независимо от того, опухоль это была или норма. После того, как мы получили эти варианты, мы при помощи пользовательского фильтра исключили мутации, как мы считаем, герминальные, и у нас остались только соматические мутации. Вот вы видите, что из 7500 остались меньше десятка, грубо говоря, в среднем меньше десятка мутаций соматических. И количество этих мутаций варьировало от 2 до 414. В целом мы нашли 692 мутации. И когда мы начали их аннотировать и проверять, что по ним известно, только 3 мутации были клинически патогенные по базе данных Клинвар. Еще 40 мутаций были описаны в других базах данных, которые не учитывают патогены с DBSNP и Космик. И более 600 мутаций были новыми, ранее не описанными, и, соответственно, чтобы как-то оценить степень их патогенности, мы выбрали программы-предикторы Polyphen HDF, Polyphen HVAR и SHIFT. Мы их выбрали на основании литературных данных, которые говорят, что именно эти 3 программы обладают наименьшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных ответов. Соответственно, если все 3 программы предсказывали патогенный эффект для мутации, то мы считали эту мутацию патогенной либо повреждающей. Также мы считали мутацию патогенной, если там был стоп-кадон или если это был с дик рамки считывания. После этого фильтра у нас осталась 91 мутация. И что было интересно, что в большинстве случаев это были гены, функция которых до сих пор не изучена, несмотря на то, что мы вроде как 10 лет назад расшифровали геном. Тогда мы выбрали еще один фильтр. Такой подход мы выбрали, что смотрели мутации только в всех генах, которые когда-либо по литературным данным были описаны в патогенезе рака желудка. У нас осталось 18 мутаций. Вот здесь таблица с некоторыми этими мутациями. Ну, что хочется упомянуть. Это, конечно, ген TP53, который вы все хорошо знаете. Генапаптоза, генсупрессор опухолевого роста. У трех пациентов были мутации в этом гене. Это генсупрессор АРИД-1 и генсупрессор РБМ-10. И также мутация альтернативного сплайсинга в гене РБ-1. Вот если смотреть на вот эти шесть генов, то с ними все понятно. Это хорошо описанные гены. Мутации в них тоже достаточно хорошо описаны. Патогенность предсказана. Это инактивационное событие. Все красиво и все хорошо. Встает вопрос, стоит ли заниматься экзомом, клиническим экзомом, секвенированием таким дорогостоящим, если мы находим мутации в известных генах, те, которые были предсказаны. Этот вопрос я задала сама себе. И я думаю, что стоит, потому что мы все-таки занимаемся поиском новых мутаций. А то, что мы нашли эти мутации, говорит о том, что наш подход, по крайней мере, верен, раз мы находим мутации, которые должны находить. И, значит, можно верить мутациям, которые еще не описаны, но которые также существуют. И вот вы дальше видите список генов ESM1, CD55, МПО, САИН, КАСК и так далее. Это те гены, экспрессия которых меняется при раке желудка. Еще точно неизвестно, являются ли они супрессорами опухолевого роста, либо онкогенами, либо это просто мутации пассажиры. Но, по крайней мере, это то, с чем можно работать и дальше изучать. После того, как мы подробно попытались характеризовать каждую мутацию в гене, мы подумали, а не является ли количество соматических мутаций на образец каким-либо важным критерием, ну или просто критерием, либо прогностическим маркером. И посчитали среднее количество на один образец. Оказалось, что для первой и второй стадии это 1,2 соматических мутаций на образец. Для третьей стадии это уже 3, для четвертой стадии 8,5. То есть все логично. С увеличением прогрессии заболевания увеличивается количество мутаций. Однако в эту картину не вписывалось 3 пациента. Это пациент под номером 14, 18 и 27. Вы видите, что это стадии 1b и 2a, то есть очень ранние стадии. Это были пациенты с умеренно дифференцированной карциномой, аденкарциномой. И у них был, в принципе, благоприятный прогноз, насколько это возможно. Но, однако, все эти пациенты не дожили 2 лет после постановки диагноза. А пациент, у которого было максимальное количество мутаций, 414, пациент номер 14, у него... Он не прожил и полугода после момента постановки диагноза, после операции. Соответственно, мы можем сказать, что... Можем предположить, что потенциально количество соматических мутаций может являться маркером неблагоприятного прогноза для пациентов с раком желудка. Ну и, подытожив, мы выполнили поиск соматических изменений в клиническом экзоме. Обнаружено более 600 новых мутаций. Из них 18 локализованы в генах, участвующих в патокинезе рака желудка. Соматические мутации известной клинической значимости обнаружены только у 5 пациентов. С остальными мутациями надо разбираться и разбираться. И количество соматических мутаций, если оно более 12, независимо от стадии, может являться потенциально маркером неблагоприятного прогноза для таких пациентов. Хотелось бы отметить трудности, с которыми мы сталкивались. Это то, что количество соматических мутаций очень сильно варьирует в зависимости от того, какие фильтры мы применяем. Количество меняется просто на порядок. Мы применяли 3 различных подхода, в том числе и... Такую услугу, которую сейчас предлагает София Genetics, это биоинформатическая компания, которая также анализирует эти клинические экзомы. И во всех трех подходах уважаемых компаний и уважаемых авторов статей количество соматических мутаций очень сильно-сильно отличается. И это, конечно, влияет на воспроизводимость результатов и затрудняет сравнительный анализ данных с другими работами. Поэтому, конечно, необходимы стратегии для того, чтобы как-то унифицировать эти алгоритмы и чтобы мы могли получать более-менее одинаковые значения. Хотя бы, чтобы они не различались на порядке. Что касается новых мутаций, нами найденных, то только дальнейшие функциональные исследования с последующим длительным наблюдением за пациентом позволят установить их значимость. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Жанна Владимировна, спасибо.